Друзья, это торговый центр Ямской. Слева шедевр советской архитектуры в стиле брутализм. Когда въезжаешь в Тверь, у тебя встречает вот такое здание панорама в виде рюмки. Но больше всего я ржу с того, что у нас здесь как бы шаверма, шаварма, парикмахерская, типа пятерочка, видите, логотип. А здесь вот, в общем-то, сам законодатель вот этого вот фирменного стиля. А сейчас мы едем по Советской улице. Это старая улочка с красивыми историческими зданиями, на которой как раз расположены большинство всяких достопримечательностей и музеев. Вот так выглядит Тверская областная картинная галерея. Друзья, нам в музее предложили надеть бахилы, прикиньте, это просто... Так это правильно, чтобы не грязнить полы, чтобы не мыть их. Круто! Тверская картинная галерея является одним из самых старейших, самых крупнейших музеев вообще России, прикиньте. Начало коллекции было положено еще в 19 веке. Ну, а в настоящее время это художественный музей. В собрании галереи представлено как русское искусство, так и западноевропейское. Но по большей части западноевропейское – это не особо известные художники, чаще всего это, в принципе, неизвестные художники. Также в этом музее есть научный архив, всякие фонды редких изданий, художественные фотографии, памятники материально-художественной культуры. Если говорить про само здание, то галерея располагается в здании Тверского императорского дворца. Это памятник русской архитектуры 19 века. Дворец создан по проекту известного московского архитектора Никитина. И мы видим, что это стиль раннего классицизма. В общем-то, мы прошли западноевропейскую часть, и сейчас мы пришли в древнерусскую. Будем смотреть всякие иконы, камушки. Интересно. Камушки тут всякие. Смотрите, друзья, это вот то, из чего, собственно говоря, земли иконы. Это цвета, вот как цвета получали на Умбра, на Ультрамарину. Друзья, я в графический визуале смотрю на эти этикетки, и они у меня вызывают ужас, потому что это невозможно прочитать. Это... Промрачно-непромрачно. Вот эти вот трюмочки маленькие, это для настоящих эстетов. Вот эта вот банка внизу для настоящих ценителей. Пеннаваль. Пеннаваль. Прощай на вызву Куигоря Боликова, современного русско-швейцарского художника. Вот это уже будет реально интересно, по сравнению со всем тем олдскулом, которым вы сейчас видели. Ну что же, вышли мы из музея. Что хочется сказать? Что я буду идти быстро, поэтому догоняй. Музей, конечно, интересный, если вы любите портреты. Вот для любителей портретов это место просто золотое. Я хочу рассказать про несколько минусов, которые на самом деле делают пребывание в этом музее скучным. И не таким интересным, насколько оно могло бы быть. Первое, это то, что картины висят очень близко друг к другу, и освещение довольно такое скудное. Именно у картин постоянная экспозиция. То есть, если вы хотите прям как-то разглядеть темные портреты, у вас вряд ли получится. То есть, даже вплотную вы подойдете, все равно ничего не увидите. Второй момент, то, что картинам очень мало подписей и, в принципе, мало описаний. Чем не страдают современные музеи или музеи современного искусства? Вот там с этим точно проблем нет. Там реально классные подписи, всегда есть описание жизни художника, его какой-то карьерного пути и так далее. А здесь вы все-таки надеетесь именно то, что человек должен уже приходить подготовленный. Но, опять же, не все люди, которые приходят смотреть постоянную экспозицию, знают настолько много о художниках, чтобы не читать никаких описаний и просто приходить и смотреть его творчество. Поэтому я бы все-таки сделал какие-то текстовые описания интересные, может быть, истории, еще что-то. Хорошо, что они используют приложение виртуальной реальности, через которое можно посмотреть какие-то фишки интересные на картинах. Но настолько мало картин с вот этими QR-кодами, поддерживаемыми приложением, поддерживаемыми приложением, что становится как-то странно. Вроде они сделали эту поддержку, а вроде она и на две картины только, и зачем это надо было все делать, непонятно. И третий момент, то, что на самом верху была временная экспозиция, и вот там все было сделано по красоте. То есть там прям каждую картину можно было рассмотреть в красках, ярко, хорошо. Освещение было сделано у каждой картины просто идеальное, и никаких проблем нет. Вот вам и разница, пожалуйста. Временные экспозиции постоянные. Почему не сделать в постоянной экспозиции хорошее освещение? Ну вот такие моменты мне запомнились. Так холодный, как бомж голодный. А так в целом все нормально. Хочется отдельно отметить, что благодаря скоростной дороге М-11, Москва-Питер, мы доехали до Твери довольно быстро. Единственный момент, что ехали быстро, но дорого. Ну так, относительно. То есть получается 1100 рублей, 1200 в одну сторону. Туда-обратно уже 2400. Плюс бензин. В итоге пришли мы ни в какой, ни в Будвайзер, или как этот ресторан вообще назывался. А мы зашли в ресторан... Как он вообще называется? Очень классный ресторан. Ну, цены московские, на самом деле, чего сказать. Вот. Но выглядит все очень классно. Сервис на высоте. Сейчас попробуем. Обязательно скажем, как вкусно, невкусно. Опа! Вот и сюрприз. Да, мы заказали плоки с лососем. Идет сошение с угрем. Я заказал также пасту с морепродуктами. И Влада заказал себе осьминог. Смотрите, какой прекрасный коричневого цвета осьминога с поджаренной картошечкой. Ребята, я не знаю, что может быть вкуснее. Наверное, только пасты и горы. Вот эти здания плоские мне лично напомнили Хельсинки. Там тоже, знаете, такие трамвайные пути, вдоль трамвайных путей. Такие вот старинные уль... Старинные... Дома, дома. Старинные дома. Дома. Там старинные дома. Дома. Еще раз. Старинные... И дома старинные. Нет, старинные дома. Старинные дома. Субтитры сделал DimaTorzok